После Маркадии Бентани Аркадии Бентани Хорошо, значит давайте Мы находимся на странице Кавбет Предпоследняя Мишна Кавбет Предпоследняя Мишна Тогда в следующий раз Надо будет видимо сию сделать Чтобы последняя Мишна Мы ее закончим? Ну почему даже не закончить? Сами решили Сами закончим Посмотрим Судим Сложный вопрос Значит страница Кавбет Шимон Бно Сын его Шимон Это значит кто такой Сын его Шимон У нас был Рабван Гамлеев Значит это его сын И как мы с вами говорили Это показывает Что после него Будет следующий Это уже не в нашей главе А в следующий Который мы уже учили Мы не будем учить Но надо знать Следующая глава Открывается С Рабейну Акадош Рабью Данаси И поэтому мы там Перескочили Несколько Поколений Пропустили два поколения Но это нам не важно А потом уже вообще Как только мы выходим В следующей главе На Рабейну Рабейну Акадош Рабью Данаси То после этого Перкеа вот уже перестают Хронологически Нам что-то рассказывать А просто Алифи Айниан Поэтому Хронология сейчас Кончается Это в первой главе Была хронология Потому что Мошеки Белторан Синай Так надо Дальше уже идет Хронология Хронология С небольшим пропуском Здесь Двух поколений Мы выходим На финишную прямую И мы читаем Шимон Бно Значит он умер Смотрите что он говорит Кол Юмай Гадал Тебе на Хохами Всю мою жизнь Все дни мои Все годы На иврите Ямим Это Шаним Тоже нужно знать Все мои Все годы Я рос Среди Хохами Велома Цати Лагув Товмиштика И ничего я не нашел Для Дословно Дагув Непереводимо Для тела Непонятно Но сущностно Вот так И не нашел Ничего сущностного Лучше Чем Штика Чем Молчание Потом разберем Потом разберем Вело Медраш Угайкар Продолжает После этого Что Не Медраш Это главное Медраш Это Разъяснение Толкование Понимание Это Драшот То что называется Элла Гамасе Но Масе Это главное Хехоламарбе Дворим Меви Хет И чем больше Человек говорит Тем больше Он находится Тут многие Ну не все Но многие знают Наш патентованный Перевод Что такое Хет Хет Это Правильный перевод Это Это находиться Не там Где ты должен быть В соответствии С траекторией Твоей жизни С потенциалом С задачами С возможностью Поэтому Когда человек Говорит Хатати Это значит Что он сдвинулся С того места Где он должен быть Вместо того Чтобы перейти Из А в Б Он перешел Из А в В То есть по русски То есть не туда Перешел Это называется Хет Так значит Мы говорим Чем больше Человек говорит Тем больше Есть вероятность Что он Не будет находиться Там где ему нужно В духовном плане Траектория духовная Измеряем Поэтому Это объясняет Что такое Чува То что я сейчас говорю Это очень важные вещи Потому что Что такое Чува Само слово Чува Непонятное Это ответ Но причем Чува Как ответ И может быть Это современное слово Просто придумали термин Так не так У Рамбам Это Илхот Чува Это целый раздел Его книги Ят Хазака И Мишнет Вара Это книга Это значит Кодекс законов Всех Называется там В этом кодексе Целый раздел Имеется Илхот Чува Мы видим Чува Это не Выдуманное Новое слово И в Торе Говорится Шуву Элайве Шува Элхем И так далее И так далее Но что такое Чува Через Тор Мы понимаем Это возвращение Если мы понимаем Слово Хэт Мы понимаем Слово Чува Поэтому Наш патентованный Перевод Слова Хэт Объясняет И складывается С словом Чува Иначе непонятно Куда нужно вернуться Из чего нужно вернуться А где я был Я тут сидел На этом стуле И сижу На этом стуле Куда мне возвращаться Нет дорогой Речь Это Траектории Ты в этой Траектории Возвращаешься На Как ракету Запускают На свою Траекторию Это Чува То есть мы Даже можем Замерять Размеры И так далее Если кто-то Кто-то Хочет Заниматься Понимаете Что такое Чува Все становится На своих местах Хэт Это Быть не там По траектории Это Должен быть Чува Это Вернуться Там Где ты Должен Тогда мы понимаем Что это Чува И все Замечательно Получается Это мы Прочитали С вами В наших Традициях Теперь мы Начнем Разбирать Смотрите Сразу возникает Много Вопросов Почему Он не называется Раби Шимон Или Как мы Дальше Следующая Мишна Это Не секрет Мы уже Видим Рабан Шимон Бен Гамлил Он уже Разывается А здесь Называется Просто Шимон Можно Сказать Просто Потому что Он еще Не достиг Отец Его еще Был жив Соответственно Он назывался Шимон А не Рабан Шимон А тот Уже Не жив Рабан Шимон Уже Не может Стал Рабан Шимон Приоцен Не может Рабан Это значит Рабейну Это значит Он во главе Сангидрина Не может Быть Его отец Жив А он уже Во главе Сангидрина Если Отец Сам Во главе Сангидрина Так Не может Быть В принципе И это Все Прямые Потомки Гелеля Как вы Помните У Гелеля Был сын Шимон У Шимона Был сын Гамлил Стал Рабан Гамлил Казакен Так Называли Его У того Опять Шимон Сын И был Назывался Рабан Шимон Бен Гамлил Первый Решен У него Опять Сын Гамлил Он стал Рабан Гамлил Де Явны Из города Явны Гамлил Явны Явны Гамлил Гамлил И там был керем беявны. Керем это виноградник. А на самом деле там был не виноградник, а они сидели рядами. Вот не так, как мы сидели. Рядами такие. И поскольку виноградник высаживается рядами, то это называли керем беявны. То есть виноградник. В слове керем есть еще очень много значений, но мы сейчас здесь не будем разбирать интересных. И это называется керем беявны. Это у нас кто уже? Это был Рабан Гамлил. Его сын это Шимо. Рабан Гамлил, мы в прошлый раз учили его Мишну. Теперь мы перешли к его сыну. Он еще жив. Сын уже большой человек, но называется просто по имени. Вот так мы разобрали. Значит нет проблем с этим. Значит смотрите, начинаем. Кол я май гадал ты бен Ахахами. Вопрос, который сразу здесь возникает. И наверное очень серьезный вопрос. Что значит всю жизнь я жил среди Ахахами? Что мы имеем ввиду про Шимона, который сын Наси, Сангедрина, среди кого он должен жить? Кроме того, этой фразы мы нигде не встречаем таких. Гадал ты бен Ахахами. Очевидно, он же Ахахам сам. Среди кого он рос? Будучи ребенком, среди кого он рос? Его отец. С кем отец имел дело? Кто к отцу приходил? Где отец находился? Ясно, что он гадал бен Ахахами. Так что это за фраза? Кол я май гадал тебе на Ахахами. Это правда интересная фраза, а не обжитная. Продолжение ее. Смотрите. Вы лома цати лэ гуф тофми штика. Что значит лома цати лэ гуф? Лома цати тофми штика. Причем здесь лэ гуф? Причем здесь гуф вообще? Штика не относится к гуф. Если бы я сказал, что в лома цати ла гуф тофми тамлут, мы бы еще думали, что это имеет, это еще по делу подсказано. А здесь что? Причем здесь гуф, тут штика, тут гуф. Понятны все вопросы, да? Да. И после этого, когда уже сказал, что штика лучше всего, вдруг начинает говорить в ло амидра жву айкар. Мы уже сказали, что штика лучше всего. Так при чем здесь мидраш, это икар? А я бы подумал, что нет, мидраш, это га икар в ломасе. Но он же сказал только что, что лома цати ла гуф тофми штика. Почему он сказал про мидраш? Кроме того, он сказал, что штика должна быть. А конец вообще путает нас всех. Вехола марбе дворим и вихает. Уже сказал, что штика. Значит, что такое марбе дворим и все такое. Значит, вот такие у нас вопросы. Надо нам чуть-чуть с этим разобраться. Значит, первое. Кол я май гадал тебе на хохами. Это совершенно не то, что человек может думать. Первое, что ему в голову приходит, это что вот он рассказывает о себе, что он вырос среди хохами. Потому что это понятно. А есть клал-гадон, запомните. Клал-гадон. Да, проходите. У нас тут перестановка. Все студии имеют гвозди такие. И заснуть невозможно. Электронные, они чувствительные. Клал-гадон. А где кнопка? Вот, вот. Только вот видишь красная кнопка здесь. Только начинаешь засыпать, раз, гвоздь впивается. Эмма. Вы купили, это агрола у вас была, агрола вам выпал билет. Без гвозди. Без. Так как я неудобно, но ничего. Может, продолжить и сказать. Переменами располагаемых. Еще как меняется. Все у нас меняется. Раньше так было. Это в темное средневековье. А в прозвещенном месте все меняется. То, значит, возьмите книги, все, кто пришел. Мы разбираемся с Шимоновым. Я не буду, конечно, повторять. Но мы разобрали. Мы не прочитали и перевели. Так это вы можете и сами тоже сделать. Мы теперь разбираем. Значит. И мы бы иначе не могли думать. Это очень странное высказывание. Теперь мы узнаем что-то новое с вами. Что он имел в виду, когда он это сказал? Человек, кто растет среди хохами. Будто один или двадцать. Неважно. Он, естественно, учится у них. И когда он учится у них, то он может сделать ошибку. Он будет идти точно так, как они учили. Так что это прекрасно, так и нужно. Но это невозможно. Поскольку, значит, человек никогда не может быть так, как учителя. Учителя выше, чем человек. Поэтому уже не может быть, как учителя. Так что ему делать? То есть получается, что он, если он верен своим учителям, он должен искать свою дорогу. Поэтому, кол я май, гадал тебе на хохами, продолжим мы умацати, дирах, мишели, лефи, шорош, не шама, как мы всегда говорили. Лефи, шару, йод. Все это самое. Но является ли это предательством, условно говоря, конечно, учителям? Ни в коем случае. Ровно это они, учителя, и хотят. Чтобы человек именно такой был. Поэтому он начал, кол я май, гадал тебе на хохами. И я выбрал эту дорогу. И теперь он хочет, еще отец его жив, как мы видим. Так он уже хочет дать нам новые определения, новые наставления. И какие новые наставления? Значит, мы первое читаем, которое тоже нас вызвало удивление, и все. Это, вело мацати лагуф, тофми штика, ничего не нашел лучше, чем штика. Но только лагуф нас очень смущает. И тогда нам нужны немножко другие понятия. Тут объяснить. Мы готовимся с вами, так сказать, завершение этого перака и всеми... Это предпоследняя мишна. Следующая мишна в следующий раз. Может быть, закончим. Я еще подумал, закончим все, не закончим все за один раз в следующий раз. Но так или иначе, это завершение всего. И эта мишна наша сегодняшняя, она готовит это. Напомню, для многих это уже наизусть должны знать. Ночью разбудив, сразу ответят. А те, кто не знает наизусть еще, напомню просто еще раз. Что задача всего сотворения, это исправит то, что было поломано. Как может быть поломано до сотворения? Поэтому нам рассказывают наши книги. Ария Кадош в подробностях. И зашифровано все в книге Зоор. Там это видно. А когда ты уже хорошо освоил книгу Зоор, а то есть никогда. Но когда ты освоил хорошо книгу Зоор теоретически, ты видишь, что все в Торе написано. И так далее, и так далее. Но это нас не интересует. Интересует то, что нам уже Ария Кадош сказал. Что в принципе ничего нет, кроме Всевышнего. Вообще нет ничего. Поэтому бессмысленно говорит, о чем бы то ни было. Но он захотел, чтобы что-то, сделать вид, чтобы так что-то есть. И поэтому предоставил возможность этому быть. И поставил задачи перед тем, кому он поставил, перед тем, чему он поставил. А то, чего, это еще ни к чему. Это только условный потенциал. Ничего нет вообще еще. Только потенциал. Он сказал этому потенциалу, в котором уже были корни всех будущих вещей. Дал им задание, так сказать, чтобы вы стремились ко мне. Я создал все для того, чтобы это все стремилось ко мне. Вот это я хочу. Такой рацион Ашем. И больше ничего нет. Значит, все, что есть, это только чтобы стремиться к нему. Притом, пока еще ничего нет. Пока только потенциал есть. Теперь этот потенциал надо реализовывать. Как уже много раз говорилось, но я не постесняюсь повторить. В начале, поскольку, в самом начале, ничего не могло быть разделено, а только одно целое все. Поэтому заложен был потенциал разных объектов. Но они все еще не имели возможность ощутить себя, как самостоятельные единицы. Поэтому все это было вместе. Называется Ламак Акуди. Все было Нейкан. Акол Гая Акуд. Все было связано абсолютно вместе. После этого там были уже шуроши будущих возможностей понять себя. То есть некую иметь самостоятельность. И тогда мы перешли в Ламак Акуди. Эта самостоятельность была абсолютно необходима. Потому что если ее не будет, то нет смысла существованию мира. Потому что не самостоятельный объект, какой в нем интерес? Он же не самостоятельный. Всевышний сам делает, сам за него решает. Тогда зачем это нужно? Это совсем уже детский сад. Поэтому так не могло быть. Значит, в этом потенциале должен быть следующий шаг дан, чтобы был потенциал уже чувствовать себя, свою самостоятельность. И эти самостоятельные объекты должны стремиться к нему. Это хорошо. Проблема была в том, что каждый из них чувствовал свою самостоятельность и хотел стремиться сам. Не понимая, что должно быть согласование между всем. Чтобы должно быть в каком-то смысле здесь, не знаю, как сказать правильно, чтобы не испорченные слова использовать, мне очень трудно сказать. Но в целом в рамках соразмерности, согласования и соразмерности с другими. А когда сам, то тогда, значит, раз ты сам, то ты берешь все на себя. А взять ты не можешь. Поэтому клан-гадон есть такой, очень серьезный. Он в шарах до мод разбирается. Клан-гадон, просто есот годок в духовной работе не брать больше, чем ты можешь. Это клан-гадон. Чувствуешь, ты можешь взять только столько, сколько ты можешь, вырастешь, еще возьмешь. Вырастешь, еще возьмешь. Но вот каждый раз брать столько, сколько можешь. Когда не человек, еще не было человека. Когда объекты захотели стремиться к Всевышнему, как положено, прекрасно, но хотели самостоятельно это делать, с наплевательским отношением к другим объектам. Это вот в Алама Никудим это произошло. Каждый-то Никуда, Хашува. То тогда весь свет они брали на себя и не могли выдержать, и развалились. И распались, и упали. И вот исправить это, привести снова в состояние, где все склеено и восстановлено, а тогда само и будет извлечен урок, что нужно это вместе делать, стремиться к Всевышнему, а не по отдельности. В этом как раз это урок всего творения, и на этом завершается все творение. Элама. Но теперь надо только, чтобы кто-то склеил все. Все же упало и распалось. Кто теперь будет клеить? И тогда Акадош Баруху значит целую программу сделал. Начинается эта программа с буквы Бет и начинаются великие слова Берешит Барайлоким это Шамай и Ветарас. И с этого началась программа по восстановлению поломки вот этой великой. Сначала были созданы все необходимые средства, небо, земля и прочие, прочие, как вы читаете, шесть дней творения. И потом был создан человек, которому было дано задание. Теперь, дорогой друг, все эти поломки собери, склей, и это твоя задача. Вот. Вы помните, что Адам не справился с этим заданием, потому что он съел то, что не надо было съесть, и вместо того, чтобы поднять все вверх, сам упал. Это вышел из Ганеда. Сам упал. Когда он упал. Потому что падение в духовном мире называется смерть. Смерти, как мы понимаем, нет. этого. Потому что по законам в духовном мире есть те же законы, как и в материальном мире. Наоборот, материальные законы, только оболочка духовных законов. Поэтому если впринципе сохранения энергии в материальном мире, то такой принцип есть в духовном мире, поэтому нет смерти в духовном мире. Но есть переход от одного уровня на более низкий уровень. Это называется смерть. И поэтому Адам аришон умер. Или, как Тора нам говорит, Внесена смерть была Как только он съел тот плод Сразу смерть наступила Как ему Всевышний сказал В тот момент, когда ты съешь, ты умрешь На что Сатан и говорил То, что он говорил В рамках своих издевательств Но в принципе так оно и произошло Как только он съел, так и умер Как он умер, но он еще продолжал жить У него дети родились Он еще там 930 лет прожил Ничего уже не прожил Уже умер, упал То есть он сразу был изгнан Стал в более низком месте Духовном Это эквивалентность смерти Смерть это понижение духовности Это же можно умирать несколько раз Нет, потому что Поднижение духовности сразу во всех мирах происходит Как уже мы должны знать Тоже правильно или нет? Смерть не является понижением духовности? Нет, реально не является Является Тело-то, тело имеет душу Человек это тело и душа Когда душа отходит от тела Момент Малага Мая вытаскивает душу Тело остается без души Я говорю по большому счету И не буду сейчас детально входить 7 дней, 30, 12 месяцев Гагарма там остается Остаток такой микро Не знаю там Молекула остается какая-то специальная Если на все это не обращать внимания То как только душа выходит Так сразу тело Стало никем То есть оно упало вниз Потому что так оно имело связь с духовным миром Так оно перестало иметь эту связь С душой все в порядке Относительно по крайней мере Временно могут быть проблемы Но в целом все в порядке А тело как оболочка скорлупает Она упала вниз И до Тхьята Метим находится внизу В этом смысле Я не знаю зачем так нужно говорить Но так можно говорить Я просто не уловил зачем вся эта связь сейчас Нет Если я делаю чему Поднимаюсь, возвращаюсь Я этого не сказал Мы говорили, что человек Когда он делает Тхьята Находится не там, где ему надо быть Я не сказал ни вверх, ни вниз Ни вправо, ни влево Не там, где ему надо быть Чувата вернутся там, куда ему надо быть Мы, говорю, локальную одну штуку берем Один хэт и одна кшева Процесс кшевы Это берешь 150 хатаин Переводишь их в ту траекторию Где тебе надо быть Поэтому не хочу этим пользоваться выражением Оно становится неясным Нужно объяснять Понимать А я даже не знаю правильно ли оно Оно поэтически звучит правильно Но в рамках поэзии Вот это как бы немножко Более точно должны сказываться Хорошо, значит, что у нас есть Можно о чем-то Да Я бы же хотел только потому, что я говорил вопрос Любой, но потому, что я говорил Да Вот вы сказали о Кудин Что там было все связано Кудин и стремление к Творцу Нету здесь противоречия между Ламой Атудим и Цимцумом Что там уже был заложен вот этот не тук Нет, когда был Цимцум, я не пользовался этим словом сегодня Я же не случайно не пользуюсь Хорошо Но когда это было, я тебе отвечу Все-таки я буду говорить, потому что я говорил Иначе это бесконечно Мне нужно сейчас все объяснять И пользы не будет Когда Всевышний, я сказал иначе Дал возможность этому быть Тому, что он хотел Это и есть Цимцум Дал возможность быть Дал возможность быть Я же очень тщательно говорил И ничего не было при этом А был только потенциал Лама Акудим Это уже не только потенциал Там уже есть внутри заложенные Связанные между собой Правда, но Объекты духовные и прочее Это все Лама Акудим Это уже Нет Это следующее Это сначала идет Цимцум Потом это уже все Цимцум это ничего Создали возможность Здесь что-то будет Но что будет еще? Нет, ничего Это Цимцум Здесь что-то будет Конечно, что-то будет Имеет в себе Воспоминание о том Что там был свет Потому что Цимцум Означает, что все-таки Сначала был только свет Он его убрал оттуда Уменьшил точнее Так осталась память об этом Эта память Это основной корень Всех стремлений к нему Хорошо Но еще не знать Что кто-то стремится к нему Чтобы кто-то стремился Чтобы кто-то был На Цимцуме еще В нашем разговоре По крайней мере Потому что мы Можем входить далеко Но если мы не будем Никуда входить Ничего не было Ничего не было И тогда были созданы Системы Запланированы Что будет Как будет Вот тебе там Мы же учили там Но я не хочу Все это учение Сюда переводить Раз, раз, раз Так или иначе Возникла Лама Акуди Это значит Объекты Которые уже более чувствующие Существующие И между собой Взаимодействуют Акон Акуд Акуд на иврите Знаете Это связать Это Олам Акудим Когда все Взаимосвязано Но с этим Каши не сваришь Поэтому Понадобился Следующий Этап Это создание Еще одного мира Кстати Понятие Олам надо Определить Тоже Оно Хорошо Будет Его тоже Определять Олам Это Место В котором Будет Выполняться Воля Всевышнего Оламод может быть Много Потому что Есть много Разных Вид Воли Всевышнего Но когда Есть место Где воля Будет реализовываться То это Комплексное место Называется Олам Поэтому В нем Обязательно Есть Каждый Олам Те кто Учили Знают Все сферы Все парцуби Все абсолютно Все Не бывает Олам Шок этого Нет Олам Умед Весь комплект Иначе Там воля Не реализуется Никогда Потому что Воля Реализуется Через эти вещи Которые я Только что Назвал И не является Предметом Нашего Разговора Все улама Материальные Или Улам Вообще Не бывает Все улам Только духовные Все улама Духовные Кроме Нижняя часть Нижней части Нижней части Улама Асия Улама Асия Тоже Духовные Но Самая его Нижняя часть Которая Мы можем Говорить Малхуд Шел Малхуд Малхуд Шел Малхуд Это то Что мы Видим Глазами Чем Выделят Материальный Улам То есть Только там Идет Исправление Или Это неправильно Нет Тоже так Нельзя сказать Там Виден Результат Исправление Улам Который Самый Нижний И нижний Когда мы Говорим Улама Асия Это самый Нижний Это мы Говорим По большому Баклалут По большому счету Заинтересовались Что мы Видим Глазами И прочее Так это Мне надо Еще Меньше 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 Поэтому Сказал Малхуд Шел Малхуд Вот то Что мы Видим Эту Комнату И то Что мы Видим Созвезды И все Это все Малхуд Шел Малхуд Ала Асия Исправление Теперь Исправление Исправление Во всех Мирах Я вам Скажу Какие Не забегайте Вперед Сейчас мы Скажем Пока Еще нет Исправления Пока Есть только Поломка А я Стараюсь Вести вас За руку Как следует Чтобы мы Могли Потом Оперировать Это немножко Готовлю Шир Шир Здесь Вообще Общий Принцип Всех Миров Я Следую Тоже Это В шутку Сейчас Сказал Последний Этап Любого Мира Высокого Это Первый Этап Следующего Мира Поэтому Наши Последние Занятия Здесь Должны Быть Началом Шир Шир Уже Здесь У нас Начало Шир Шир Хотя Нет Никого Шир Шир Мы Даже Не Знаем Что Это Так Я Вам Еще Не Рассказал О чем Речь Мы Не Знаем Шир Мы Не Понимаем Но Мы Уже Готовим Немножко Я С Учетом Тех Кто Присоединятся К Нам Возможно На Самом Занятии Когда Мы Начнем То Конечно Дам Эти Все Введения К Домод Для Тех Кто Присоединится Тоже А Вы Увидите Что Каждый раз Будет Что Что То Новое Если Люди Ошибочно Думают Что Если Я Повторяю То Я Повторяю Я Никогда Ничего Не Повторяю Во-первых Ничего Не Помню Как Я Могу Повторять Что То Если Сам Ничего Не Помню Я Только Рассказываю Вот Значит Нужно Исправлять Да Что Нужно Исправлять То Что Поломано Теперь То Что Поломано Куда Упало Мы Знаем Пока Что Есть Только Мир А мир Мы знаем Место Где Все Происходит Место Акудим Прекрасно Потом Возникло Всевышний Сделал Место Никудим Который Так Уже Там Чувство Самостоятельности Самостийности Самоценности И Это Повлекло За собой Провал И разлом И все Беды Корень Всех Трагедий Которые Только В мире Есть Это Значит Когда Ты думаешь Что Ты Один На Свете Это Полный Корень Всех Трагедий Тогда Ты Не Понимаешь Людей Тогда Ты Не Интересуешься Людьми Тогда Люди Тобой Не Интересуются Тогда Ты Действительно Один А Поскольку Ты Один А Кадошбару Хочет Чтобы Ты Что-то Сделал Для Людей А Ты Ими Не Интересуешься Совершенно Ты Не Можешь Ничего Сделать И Ты Совершенно Просто Попал В Беду Вот 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 Чувство Своей Самостоятельности И Важности Это Корень Всех Трагедий На Бытовом Уровне А На Духовном Само Собой Это То Что Лама Никудим Называется Лама Никудим Показывает Как Ты Думаешь Что Ты Никуда Хашува А На Всех Наплевать Все Это Значит Ты Берешь Все Себе Пожалуйста Но Ты Дорогой Не Можешь Себе Все Взять Ты Не Можешь В Этот Стакан Три Литра Кипятка Налить Разлететь Все Вот Это Вот И Произошло Это Называется Ирида Швера Такие Слова У нас Используются Куда Это Все Упало Это Упало У Ничего Нет Пока Это Упало В Потенциальные Миры А Мир Это Что Место Где Будет Реализовываться Воля Этих Мест Еще Не Было Но Потенциал Их Уже Был Как Натан Правильно Сказал Еще Во Время Цим Цум Уже Был Потенциал Всего Но Только Как Вы Что Было Исправлено Его Суть Выражена В Его Имени Из Четырех Букв Соответственно Четыре Мира Должно Быть Чтобы Все Было Правильно Чтобы Каждая Буква Играла Свою Полную Колоссальную Роль Буквы Помнят Йуд Гей Вав Гей Будет Четыре Мира Выкладывают Мы Скажем И они Устроятся Таким Разом Самый Высокий Мир Который Привязан Буквы Йод Это Мир Где Будет Все Исправляться Результаты Исправления Там Будут Результаты Всех Исправлений Будут Там Мы Делаем Здесь Что Мы Делаем Все Посылаем Туда Привет И посылки Телеграммы И там Это Будет Все Исправлено А дальше Три Мира Под Этим В Котором Мы Существуем Поэтому Я Не мог Ответить На ваш Вопрос Где Мы Существуем Существуем Смотря Что Та Часть Наша Суть Человека Это только Душа И ничего Другого Нет Душа Делится На три Части По большому Счету На пять Но нас Интересует Только три В этом Разговоре На Нишама На Руах И Нефиш Нишама Оперирует И Генерирует Мысли Человек Так Это Самый Высокий Этаж Из этих Трех И там Должны Быть Тоже Исправлены Мысли Если человек думает Что есть кто-то Кроме Всевышнего Это у него мысли Дурные Если он думает Что человек Прошел от обезьяны У него мысли Дурные То есть Мысли Надо тоже Исправлять У себя Второе Это Олама Брия Это там Где мысли Второе Олама Итира Это разговоры Наши Можно говорить Глупости Один вид Жизни Можно говорить Не глупости Это другой вид Жизни Это Это Волама Итира Это В смысле нашей души Мы говорим Это Руах А дальше Идет Нефеш Нижняя часть Души Вот это Нефеш Находится Волама Осия Поэтому Это духовный Совершенный Мир Осия Но просто Оболочка 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 То что мы Глазами Видим А на самом деле Осия Это тоже Духовный Мир Но он Отвечает И непосредственно Соприкасается С оболочкой Души Первым Уже здесь Мир Вело Мацати Лагуф Товми Штика Я для Гуф А Гуф Это значит Оболочка То есть Олама Осия Просто Оболочка Это нижняя часть Олама Осия Я для Олама Осия Ничего Не нашел Лучше Чем Штика Как это Понять Штика Это Олама Ицера В более Высоком Мире Для того Чтобы Шува Была Или Чтобы Тикуна Олам Была Надо Чтобы Нижний Мир Сделал Тикуна Мы С вами Сделали Тикуна Олам Мы Не Можем Например Философски Сделать Тикуна Ола Для Простоты Возьмем Человек Он Если Он Говорит О Тфилин Но Не Надевает Тфилин Никакой Тикуна Олам Не Будет Хотя Он Будет Рассказывать Что Такое Тфилин И Будет Их Хвалить И Будет Какие Умнейшие Вещи И все Такое Если Он Не Соблюдает Кашрут Сколько Бо Он Не Говорил О Величии Кашрута Это Никакого Исправления Нет И Так же Самое Про Шаббат И Чем Угодно Сколько Человек Не Говорит Что Такое Шаббат Пока Он Не Соблюдает Шаббат Никакого Тикуна Ламу Не Делает Потому Что Тикуна Лам Нужно Делать Лама Осия Это Последний Конечно Ты Лама Осия Делаешь Когда Ты Об Это Говоришь И Когда Ты Об Этим Думаешь Потому Что Если Человек Не Психически Больной Он Не Может Думать Что Суббота Это Дело Плохое Но Я Буду Соблюдать Не Может Так Говорить Мы Не Говорим А Фальшивый Человек Фальшивый Не Соблюдает Субботу Он Просто Не Нарушает Ничего Из То Что Люди Видят Поэтому Суббота Молится Истово И Как Он Хочет Но Он Не Соблюдает Ничего Потому Что Соблюдать Это Нужно Во Всех Трех Мирах Соблюдать И Дебурим И Макшавод Не Говоря Уже Еще Более Высок Поэтому Мы Не Будем Об Этим Говорить А Будем Говорить О том Что Человек Соблюдает Все Но Пока Он Не Доводит До Алла Масия Это Значит Все Остальное Это Подготовительная Работа Если Он К Этому Придет Тогда В лучшем Случа Скажет Хорошо Но Сначала Говорил Думал Об Этим 5 Лет То Стал Соблюдать Это Уже Хорошо Те 5 Лет Пошли На Пользу Но Если Он Не Стал Соблюдать Эти 5 Лет На Пользу Не Пошли На Болтовня Потому Что Была Болтовня Это Хорошие Годы Были Хотя Он Ничего Не Соблюдал Но Он Готовился Соблюдать Значит Ему Запишут Отлично 5 С Минусом Поставят Поскольку Он Все Так Не Соблюдал Но Если Он Вообще Не Соблюдал Так Никогда Это Значит Ему Впустую Прошло Все Поэтому Тут Сказал Лом Отца Те Логу В Тоб Миштяка Для Вот Этого Низшей У Сера Помалкивал Надо Дать Ему Что То Сделать Потому Что Каждый Мир Тоже Каждый Мир Неимоверно Выше Чем Нижний Мир Когда Мы Учили Немножко Говорили Про Сферот Сфера Это Тоже Поток Света Это Не Кружочки Это Поток Света То Каждый Уровень Этого Света Неимоверно Выше Чем Все Виды Света Под Ним И Так Далее Поэтому Вы Знаете Эти Слова Кетер Там Хохма Берем Хохма Хохма Выше Чем Все Что Под Ней Находится Не Выше Чем Бина Выше Чем Все Вместе Взятые Бина Выше Чем Все Вместе Взятые И Так Далее Понимаете Это Клан Гадо Каждый Высокий Свет Выше Чем Все Виды Света Вместе Взятые Причем Даже Несоразмеримо Выше Даже Не Можем Понять Поэтому Это Все Не Так Вот Просто Там Два Плюс Два Четыре Это Не Так Один Плюс Один Значит Там Какой-то Один Одна Сфера И Над Ним Другая Сфера Вместе Это Капелька По Отношению К тем Что Над Этим Находится Можно Еще Раз Почему Штика Только В мире Итсера Потому Мир Итсера Это Дебур Так Если Я Не Говорю А Я Могу Говорить Только В мире Итсера Мои Средства Произнести Мысли Произнести Мысли Не Думать А Произносить Это Принадлежит Миру Итсера Так Если Там Молчу Я Там Не Произвожу Ничего Волны Никакие Не Произвожу И Даю Возможность Нам Если Я Что Сделаю Иначе Я Только Что Настолько Больше Я Просто Подавлю Совершенно Если Буду Только Говорить Я Буду Просто Болтую Нужно Остановиться Остановись Хватит Разговаривать Переходи К делу Это Так Можно Выразить Так Вот Это Называется Велом Отца Тедагу Тов Миштяка Что Сколько Бо Я Не Говорил И Сколько Бо Я Не Убеждал Нем Себя Или Других Людей Не Имеет Значения Пока Я Не Остановлю Свой Разговор Поток Слов Никто Ничего Не Будет Делать Я В Том Числе Люди Парализованы Потому Что Олама Ицера Настолько Больше Чем Осия Что Пока Она Действует В Осия Ничего Не Происходит Вот Эта Глубина Это Хидуш Вот Это Высказ И Поэтому Нам Понятно Велом Именно Только Речь Это Гуф То есть Об Алама Осия И Надо Дать Ему Жить Опытный Педагог Как Вы Знаете Постоянно Делает Цимцум Самого Себя С учениками Он Себя Сдерживает Отодвигает А те Жалуются Как же Не хотят А он Отодвигается Чтобы Дать им Возможность Что-то Делать Велом Ацати Лагуф То Велом Ацати Латалмит Тох Мишти Ката Море Я бы Так Перевел Здесь Когда Учитель Молчит Это Лучше Всего До Ученика Но Он же Должен Их Учить А Вот Значит Он Должен Их Учить А Потом Остановиться Дать Возможность Делать Что-то Если В этом Будет Заключаться Задача И Она Будет Выполнена После Это Можно Опять Говорить Но Нельзя Все Время Учить Учить Я веду Учитель Ученика Я рассматрив Пару Или Учитель Группа Не в этом Дело Нельзя Бесконечно Нужно Раз И дать Возможность Что-то Сделать Отодвинуться Дать Возможность Потому Что Иначе Олама Исера Полностью Захлестнет Олама Исия И ничего Не получится Ну и Что Вы Скажете Что Ничего Не Получится Адра Зато Какие Хорошие Слова Там Из Олама Исера Иду Следующее Теперь Все Кристально Ясно Что Следующее Говорится Понимаете Теперь Почему Слова Учителя Не на Весь Золото Относительно Ученика Мы сейчас Говорим Так Почему Должен молчать Учитель Пусть Говорит Кто Может Олама Исера Бесконечно Выше Чем Асия Так Адра Пусть Только Будет Производиться Продукция Олама Исера Понимаете Да Он Замолчит Теряем Время Ничего Не Происходит От Учителя Беда А Нет Говорится Велога Медраж Вуа Икар Элога Ма Се Икар Если Икар Итапель Икар Основа Работы Учителя Это Ма Се Шал Талмидин Это Не Медраж Это Главное А Ма Шал Талмидин Можно Очень Красиво Про Тфилин Говорить Пока Ученики Не надевают Тфилин Не стоит Ломаного Гроша Ничего Станут Надевать Тфилин Стоило Преподавать Про Тфилин Тогда Записывается Все И Медраж Нужен Без Медража Как у нас Это Учение Торы Понимаете Да Все Становится На Свои Места Стоит Потому что Нет Ма Все Остальное Просто Пустая Болтовня Поэтому Так Стараюсь Напоминать Всем Что Тору Надо Стараться Учить Недостаточно Прийти на Урок И послушать Что Учитель Говорит Надо Учить Повторить То Что Сказано Здесь Про Любой Урок Но Мы Скажем Обязательно Стараться Повторить Запись Есть Прослушать Еще Раз Я думаю Что Нужно Два Три Четыре Раза Слушать Я так Думаю Почему Я так Знаю Потому что Любую Вещь Надо Четыре Раза Учить Я думаю Нужно Учить Урок Два Три Четыре Раза На Сайте Есть Уроки Все Письменные Видео Прочитывать Или Просматривать Три Четыре Раза Нету Записи Нет Ничего Только Сидим Вот Эту Книгу Изучаю Нужно Ее Нужно Четыре Раза Прочить Стараться Вспомнить И добавить Своем И не стесняться Этого Как тут говорится Для чего Сказал Оттого Чтобы Сказать Что он Выработал Свою Дорогу Как раз Тут Правильный Учитель Приветствует Чтобы Ученики Только Добавляли Все время Приветствует Это Но Чтобы Добавлять Надо Знать Что Добавлять Правда Же Чтобы Намазать На хлеб Масло Нужно Хлеб Им А так Где ты Одно Масло Сейчас Пошел Поэтому Надо Повторять Допоминать Продумывать Даже По дороге Продумал Завтра Встал Подумал Я так Делаю Поэтому Я могу Честно Глядя В глаза Всем Говорить Подумал Еще раз Продумал Еще раз Еще раз Еще раз Еще раз Тогда Это У тебя Масе Потому что В области Лимут Тора В каждом Деле Есть То же Сам Есть Медраж Есть Масе Где В Лимут Тора Масе Освоение Кусочка Торы Это Масе Преподавание Его Это Лимут Понимаете Это Лиламет Освоение Это Масе И тогда Последние Слова Еще более Красиво Выглядят На месте Я сам Очень доволен Это тот Сам Вечный Учител На который Смеются Я уже Столько раз Объяснил Что уже Сам Понял Вы все еще Не объясняете Я сам Передоволен Этой Мешной Из-за того Что преподавал Вам Я как следует Сложил Все что преподавал Я как бы Знал До урока Хотел Это сказать Но когда я Это сказал Это же Каждый раз Одноразовая вещь Это всегда Первый раз Не важно Что я уже Много раз Преподавал Это всегда Первый раз Единственный раз Но здесь Я первый Единственный раз Прочитал И очень доволен Не знаю Как Вы Я очень доволен Потому что Я всегда доволен Когда все понятно Почему так сказано Это как бы Мой метод Ставец понять Почему так сказано Теперь понятно Вы Холомар бедвори То есть Вот этот Медраж Это не Икар Икар Это Масея Медраж Нужен Но если Ты слишком Много То что Нужен Штика Это Учитель Преподает Потом Создает Штику Понимаете Да Но Чтобы Была Штика Он должен Преподавать До этого Так ему Говорится Что Медраж Это Лога Икар Это Мас Как Если Ученики Будут Это Лемас Тогда Медраж Имеет Значение Не Будет И Медраж Не Имеет Значение Уже Делает Уже Имеет Значение Уже Все Тогда Только Следующая Газгара И последняя Лолиар Бод Бедварин Эхол Гамар Бедварин Медвий Хет Почему Какой Хет Вы же Знаете Кому Хет Ученикам Ученики Не будут Там Где Им Нужно Быть Учитель Слишком Много Говорит И Много Преподает Ученики Не Смогут Иметь Опыт Как Это Делать Самостоятельно И Не Будут Там Где Они Должны Быть Поэтому Это Медвий Хет То есть Ученики Не на той Траектории Находятся Где Им Надо Быть Если Ты Говорил 20 Единиц Разговоров Вместо 30 Ты Даешь Возможность Ученикам 10 Восполнить Если Все 30 Допустим 30 Наговорил Где Ученики Твои Там Где Были Вначале Ноль Вначале Ничего Не делали Только Тебя Слушали И Где Они Теперь Там Где Они Были Вначале Извиняясь Они Должны Быть Уже Здесь За Это Время Вы Учились Там Час 5 Минут Или 58 Уроков Неважно Вот Они Здесь Они Должны Быть Здесь Слишком Слишком Много Говорил Хэт Они Не Находятся Там Где Им Надо И Тогда Блестящим Образом Мы Прошли Все Мишки Кто-то Возражает Поверьте Мне Я Совершенно Объективно На Это Смотрю Я Очень Доволь Потому Что Каждое Слово Шимон Бно Ясно Ясно Он Кол Ямай Гадаль Тебе Нахахами Мы Поняли Правильно Велом Ацат Понятно Кто Гуф И Где Штика Миры Вы Уже Поняли Где Гуф И Где Штика Ясно Гуф Это Моасей Надо Все Преподавать Но Только А что За Икар Ученики Это Делали Тогда Медраж Имеет Свою Вес Но Не Икар Но У него Есть Необходимость А Необходимо Достаточно Это Моасей И Все На Место Но Если Даже В этом Медраше Который Имеет Вес Он Имеет Конечно Вес Ты Слишком Много Говоришь Будет Хэт Потому Что Ученики Могли Быть Здесь А вместо Этого Они Отстали И Находятся Здесь И Поэтому Каждое Слове Хэт Находится Здесь Понятно Все Это Действительно Красиво Мушлам Действительно Получил Я сам Доволен Я Это Не Часто Говорю Так Потому Что У меня Часто После Урока Я Недоволен По Отношению К Себе И Не Должен Делиться Это Мои Дела Я Всегда Сам Семя Проверяю Я Часто Недоволен Но Здесь Я Бляй Нарая Доволен Потому Что Получилось Нечто Очень Мушлам Выполнили Задачу Которую Я Себе Ставлю Понять Каждое Слово Не Понимаем Каждое Слово Это Мой Права Надо Понимать Каждое Слово И Это Беседа То Все Проголосовали Все За То Мы Проголосовали За Ладно Все Спасибо За Внимание Спасибо Потому Что Только Благодаря Вам Это У Удалось Понимаете Ну Не Зря Мы Приехали Да Конечно А То Было Было